Здравствуйте. Зрители задают вопрос, нужны ли петухи для яиц. Дело в том, что еще в Древней Греции считалось, что петухи вовсе не нужны для того, чтобы получить цыплят или для того, чтобы получить яйца. На некоторых мицепабриках... Да ладно, на Древней Греции даже считалось нормальное евгейство, всякие убийства ритуальные. Среди петухов? Так что мы сильно на них ориентироваться не будем. Мы на них ориентироваться не будем, поэтому я скажу так, как сейчас смотрит на это современная наука. Есть два типа яиц, одни оплодотворенные, другие не оплодотворенные. Значит, если вы хотите получать как это природные оплодотворенные яйца, вы заводите еще дополнительно петуха. Хотя бы одного на любое количество кур. Сколько у вас там, 30-40? Оплодотворенные это что означает? Это значит... Понятно, что не оплодотворенные. Это для тенцов кто хочет или не обязательно? Не обязательно. Есть люди... Они вкуснее? Они не вкуснее, но мне кажется, что они лучше хранятся. Именно оплодотворенные лучше хранятся. По крайней мере в теплое... Никогда не слышал, честно говоря. Ну, вот это мое личное мнение, что до 15 суток они лучше хранятся в теплом месте. Допустим, если температура около 25 градусов, они лучше хранятся. Я так считаю, лично я. Но вполне может быть, что я ошибаюсь. Так что, скажем так, если вы не хотите кормить одного нахлебника, дополнительного петуха, то вы его просто не заводите. Многим соседям мешает крик петуха, когда он там... Начиная где-то с двух часов ночи или утра. У кого утро, нужно... А является ли петух большим нахлебником, если его можно зарубать на место? Дело в том, что петух много ест только во время роста. Дальше он ест очень мало. После того, как он вырос... Вот он уже вырос, сколько там он вырастает? Так я думаю, да не буду есть, еще зарубают. Они просто не едят. Они же... Ну, какая у них энергия уходит? У кур в основном идет вся энергия на яйцо. Вот, допустим, если курица сносит 60 грамм яйцо, ей нужно в два раза больше корма. То есть, нужно на яйцо отдельно корм и отдельно на то, чтобы его приготовить, это яйцо. Это такая маленькая фабрика. Курица это фабрика, представьте себе. Петух это директор фабрики, который не всегда нужен. Он, кстати, иногда смотрит, пролетает самолет, он смотрит там, рассказывает. Пролетают хищные птицы, он смотрит. Не подвисает? Бывает, ноет, воет там. Ну, в общем, такие... То есть, если у вас соседи какие-то совсем нервные, так скажем, они не любят этих звуков. Ну, допустим, вы живете в многоэтажке и вы хотите, чтобы все было максимально тихо, тогда вы петуха не заводите. Не заводите. Потому что он создает дополнительные резкие крики, звуки. А если, ну, все-таки, в принципе, это возможно, то, я считаю, по крайней мере, одного можно держать. Но едят они очень мало. Я считаю, что очень мало едят. Вот у меня, сколько же это было петухов? Восемь, по-моему, одновременно съедали за день меньше двух литров мешанки. То есть, там пшеница, кукуруза, комбикорм основной идет и дополнительное что-то, картошку и немножко воды. То есть, все это разбавлено водичкой, как столовская толчаная картошка. У нее звучит все время как вешенка, грибы. Да, вешенка, только мешанка, от слова перемешивать. Туда можно домешивать всякие отходы. Это уже зависит от ваших вкусов. Так что, я считаю, петухов можно держать, но если вы не хотите их держать, то вы можете их не держать. Но тогда цыплят не будет. Если ваша курочка сядет на яйца, вам придется яйца приобретать отдельно, чтобы она высидела цыплят, или вообще просто покупать цыплят отдельно, дополнительно. Поэтому вот такие вот дела. Какие у нас еще будут вопросы по петухам? Сколько петухов держать? Считается, петух, ты говорил про кормление, интересный факт то, что он после периода роста ест немного, но смотри, есть же какая-то критическая масса. Вот там, насколько кур один петух? Там 20-30, грубо говоря, может быть. Считается оптимальное количество, максимальное оптимальное количество, это 17 кур. Один петух на 17 кур. Он тогда их успевает все охватить, так скажем. Но он же не считает, сколько раз он, какую курицу... Они ему все на одно лицо, на один клюв. Ну, в общем, какая рядом подходит, он... Мне вот кажется, смотри, может быть такая формула, при которой, при каком-то количестве кур, очень большом, один петух вообще можно будет не учитывать расход корма. Ну, там, я не знаю, там, грубо говоря, при 30 курах один петух, это, мне кажется, уже не такой уж и большой расход по корму относительно всей массы фабрики, такой, своей маленькой фабрики. Ну, петухи в основном очень мало. Ну, хорошо, при 20 курах чувствуется, что там какой-то расход еды на него больше. Да вообще не чувствуется. Петух, как я посмотрю, он всегда стоит сзади за курами и смотрит, как они едят. Немножко поел и отходит. Бывает такое... Было у меня один раз такое... Он как этот... Как будто бы по Ютубу, да, смотрит ролики, как люди едят. Да, смотрит, чтобы все были наезжены вот так вот. Был у меня один такой случай, петух кинулся кушать. А куры в это время клевали. И вот он засовывает свои вот эти штуки, что у него болтается, бородку, и курица бьет по этой бородке. Он такой выскакивает, такой, не понял. В общем, получил по сусалам и больше не приставал. Второй вариант, когда будет петух кушать, это когда он линяет. То есть он... У него, допустим, происходит где-то с конца августа до октября, он может линять. И когда у него выпадает перо, для того, чтобы новое образовалось, ему нужно усиленное питание. Также петухи бывают, если их слишком много, и какой-то петух старший, он угнетает младших, и тогда младшие подбегают, начинают есть. А кажется, что они едят за всех. На самом деле они просто недоедают, сколько вообще возможно. Я даже как-то ловил петухов специально, чтобы проверить зоб. Зобы у них практически не... Ну, практически пустые. Так что едят они очень мало. Крайне мало, так скажем. У них... Как это сказать... Аскетический такой, аскетичный образ жизни. Как монахи. Да, как монахи такие. Вот они вот должны все... В скромности все быть. Ну, это единственный такой минус. Содержание петуха вместе с курами для частного птицеводства. У петухов всякие... Ну, откуда ты просто взял этот вопрос, что... Зачем петух он много ест? Откуда это? Может какие-то еще нюансы есть? Люди писали... Петухи не нужны. Запомните это сразу. Если вы хотите получать яйца, вы можете получать... Вот хорошо. А корни минусы? Какие минусы петуха, содержания петуха? Минусы содержания петуха. Во-первых, что он делает? Он поет утром очень громко. Начиная где-то с двух часов и заканчивая где-то... Ну, это дело вкуса. Девять часов вечера или десять вечера. С двух часов ночи или утра. Киркоров. Хуже, хуже. Киркоров хоть редко поет. Раз там в месяц на концерте. И то под фонограмм. Может под фонограмму. А этот без фонограммы... Даже если начнет хрипеть, он будет хрипеть. Вы все там слышите в эфире. Потом утром, рано утром петухи... Ну, у них такое бывает. Я это называю утреннее сумасшествие. Они начинают сходить с ума. Бегают, гоняются за курами. Для того, чтобы сделать свою основную работу. Как говорится, выполнить с утра. И поставить галочку. Или поставить лапу свою. Вот. Это курам не всем нравится. Вернее, курам утром не нравится. Что еще бывает? Они дерутся между собой. Это многим не нравится. И бывает еще бьют кур. Но это надо смотреть. И такое бывает редко. Многим кажется, что они бьют кур. Но на самом деле они не бьют. А просто хватают там их за шкирку. Чтобы... Оголочку ставить. Да. Оголочка. Больше такие индивидуальные вопросы по петухам. То есть, кому-то могут подходить. Кого-то устраивать, а кого-то не устраивать. Ну и допустим, если вы содержите... А принципиальных недостатков нет. Я не вижу принципиальных каких-то недостатков. Это все зависит лично от того, хотите вы иметь цыплят или вы не хотите. То есть, вам нужны оплодотворенные яйца или нет. Все остальное не имеет значения насчет петухов. Будет интересно, если в комментариях кто-то напишет свое видение вопроса. Свои плюсы и минусы петуха. Своим опытом. Да, особенно минусы. Потому что... Как-то этот вопрос раскрыть. Какой же все-таки недостаток от петуха? Да. Ну и будем заканчивать. Арсений Селезнев зверобой и Артем Селезнев. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Это очень интересно. Спасибо. Пока. Пишите комментарии.